Давайте разберем простой пример. Вот у нас есть функция, но теперь она не от скаляра x, а от некоторого тензора, многомерной матрицы x. Более того, мы ее как-то задали, то есть у нас в этой многомерной матрице есть много компонент. Здесь у нас матрица двумерная, у нее есть и то и житые компоненты x, и то и житые, и мы хотим взять у нее производную. Производная от тензора, как и производная от вектора, называется градиент. Чему он равен? Если мы хотим посчитать градиент, то это значит, что мы хотим посчитать производную функцию по всем компонентам этого тензора, от которого она зависит. Давайте посчитаем. Если мы возьмем некоторый компонент x, kt, lt и по нему посчитаем производную, то наша производная будет выглядеть следующим образом. Сначала мы видим, что мы сразу можем вытащить умножение на 10 за знак производной. Производная от суммы, это сумма производных, сделаем и эту операцию. Дальше у нас внутри производный квадрат, соответственно, мы можем сказать, что это 2 умножить на аргумент того, что было под квадратом, от производной, собственно, того, что было под квадратом. И теперь интересный момент, что вот эта производная x, i, t, j, t по x, k, lt, чему она равна? В случае, если i равняется k, а j равняется l, то эта производная равняется 1, потому что производная x, a по x, это 1. А если это какая-то другая компонента, i не равняется k, или j не равняется l, или то и другое, то это будет 0, потому что соседняя компонента для x, kt, lt, это константа, а производная по константе это 0. И получается, что наша сумма вырождается в очень простое выражение. Вот эта производная будет равняться либо 0, либо единичке, а единичке она равняться будет только там, где k равняется i, а l равняется j. Так и напишем. Все остальные компоненты суммы, они обнулились. А вот единственная компонента, которая была k, то и l, то она осталась. А ответ на наш изначальный вопрос, чему равняется производная функции f, это 20x, где x это первоначальный тензор, наше первое приближение, там x на моменте t, и наша производная это 20x. Что тут надо заметить, что производная по тензору имеет размер или shape такой же, как сам тензор, потому что это просто частные производные по всем компонентам тензора.